Как на вязальной машине вязать меховой пряжей? Большую ошибку делают те, кто вяжет изделие из нее целиком. Это как лепить пирог с избытком изюма. С вами Светлана Амельянца, автор проекта «Изба вязальная», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. Представляю вам наш новый джемпер «Лисичка». Назван в честь меховой пряжи, которая стала основной идеей этого изделия. Меховая пряжа для многих непонятная субстанция. Непонятна она не в плане того, как не знают, как вязать, а не понимают, как ее использовать с максимальным эффектом. Наш джемпер – пример эффективного варианта использования меховой пряжи. И опять же, мы не полностью заткали горизонтальными полосками наше изделие, а частично оставляя вертикальные белые полосы в районе швов на рукавах, на полочке и на спинке. Как видите, пушистая пряжа не обязательно должна быть основой изделия. Она идеально смотрится именно в отделке. Поэтому в новом изделии мы ввели пряжу «Лисичка», которая очень плохо вяжется на любой вязальной машине, потому что пряжа – это для ручного вязания. Именно поэтому ее ввели в ограниченном количестве и формате вивинга в виде вывязанных полос. В зависимости от того, как плотно вы расположите полосы, то вид полотна меняется. И мы видим либо плотный мех, либо воздушную дымку, как в нашем случае. Мы решили связать не зимний вариант, а демисезонный, поэтому полоски создают крапления, больше похожие на использование пряжесекционного украшения. Но, несмотря на это, джемпер все равно получился очень теплый. Так как джемпер связан в стиле оверсайз, он подходит всем, то есть нам, нашей женской команде, от 42 до 52 размера. Но, разумеется, с разной посадкой на фигуру. Мы связали короткий джемпер со скошенным плечом. Это очень современная и актуальная модель. Благодаря скосу плеча уменьшается ширина рукава, и таким образом исчезают мешки под мышками, чего нельзя достичь при использовании классического рубашечного фасона, которым заполнены магазины. Джемпер мы вязали изначально на Наталью. Как видите, у Натальи фигура типа груша. Поэтому изделие специально вяжется таким, чтобы не доходило до бедер, то есть до самой широкой части тела. В итоге горизонтальные полоски, которые принципиально противопоказаны широким бедрам, нас здесь не только не беспокоят, но и привлекают к себе внимание и уводят взгляд от нижней части тела, подчеркивая тонкую талию под широким джемпером. То есть, несмотря на простоту, изделие получилось со многими хитростями, которые мы применяем, зная особенности нашей фигуры. Изделие получилось очень теплым. Поэтому итог этого эксперимента такой. Применять такую пряжу меховую можно с еще большим разреженным заполнением и для основы использовать более тонкую, либо вообще хлопковую пряжу. Наталью джемпер мы хотели назвать чебурашкой, потому что он получился непонятный, как будто зимний меховой, но в то же время не длинный, а наоборот короткий и очень пушистый, несмотря на минимальное количество меховой пряжи. Но в итоге решили назвать его в честь пряжи лисичка, которая выпускается не только в такой оранжевой гамме, но в огромной цветовой палитре. Пряжа лисичкой, с которой мы вязали новый джемпер, при использовании в небольшом количестве, создало именно тот эффект, на который мы рассчитывали. Джемпер получился теплый, мягкий и очень воздушный. Как видите, отделки мы вязали без добавления меха. Конечно, эта пряжа меховая будет сваливаться и скатываться, но ее можно начесывать и возвращать в исходное состояние. Принять участие в совместнике со скидкой можно ограниченное время. После старта мастер-класса стоимость увеличится кардинально. Форма оплаты находится под этим видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, приходите учиться в нашу школу машинного вязания. И, конечно же, ждем вас на наших вязальных посиделках, которые проходят каждый вторник в 19 часов в прямой трансляции на нашем YouTube-канале.